Отдыхать в каникулы это не про них. Ансамбль эстрадного танца «Непоседы» отправился в новогодние праздники покорять Сочи. На суд членов жюри всероссийского конкурса танцоры привезли два номера. Большому коллективу не впервой выступать на таких соревнованиях. Не всегда победа дается легко, но трудности только добавляют азарта. В принципе мы уже привыкли выступать на всероссийских конкурсах, даже уже выступали на международных. Но единственное, что было сложно, это то, что там был скользкий пол, но мы все равно смогли. Но эта поездка нам больше всего понравилась, потому что мы помимо нашего коллектива мы и сблизились. Мы также познакомились с другими коллективами, то есть все загружились, нам было приятнее танцевать. За красотой и легкостью каждого танца долгие часы репетиции любой профессиональный танцор скажет одного таланта мало для хорошего выступления, необходимо еще и железное терпение. Достижение не посет в этом году, первое место и гран-при фестиваля. Но победа не повод расслабляться, говорят члены ансамбля. Едва успев вернуться, девчонки вновь в танцевальном зале. Руководитель коллектива Ирина Примачук повторяет со своими подопечными основы хореографии. Труд не легкий, но результаты того стоят. За 20 лет, что существует коллектив, наград накопилось несколько десятков, но звездной болезни здесь места нет. Стараюсь не допускать этого. Я считаю, что нет предела совершенству, что не нужно останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к лучшему, еще больше работать над собой. Работы впереди немало. Сочинские награды займут свое место на полке, а танцоры уже начали готовиться к следующему конкурсу. Он пройдет в конце января. Мария Ворнова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.